Приложение говорит, что мне 38 лет. В комментариях пишут, что 25. Так сколько мне лет? Ему уже две недели. До свидания, молоко. Прощай. Это метеорит или засохшее дерьмо динозавра? А нет, вот засохшее дерьмо динозавра. Кто старше? Она что, хочет со мной переспать? Ей 18-то хоть есть? А мне есть 18? Или мне 14 миллиардов? Я могу определить возраст чего угодно. Сколько лет этому динозавру? Сколько лет твоей манке? Сколько лет этому камню? Сколько лет этой звезде? Сколько лет этому атому? Сколько лет этой мумии? Сколько лет этой девушке? Сколько лет во власти этот президент? Что для этого нужно? Понадобится немного. Масса, атомы, яркость, свет и даже радиация. Сейчас вы узнаете, сколько лет самому старому девственнику на Земле? Что углерод может рассказать о Иисусе Христе? Как возраст человека выдают его зубы и почему это так ужасно выглядит? Правда, что Элайджа Ууд не стареет? И какой объект может быть старше самой Вселенной? Здравствуйте. Это я нанесла. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца по 30 апреля включить. Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Нерабочая неделя, непонятно объясняет. Нерабочая неделя, непонятно объясняет. Я вас соскучился, вы не болеете. Все мы сидим дома? И сколько это еще продлится? Я не знаю вообще. Как же тяжело школьникам-экстравертам. Я вас очень сильно понимаю. Тяжело, тяжело. Дома невозможно сидеть. Невозможно. Чайник кипит. Лимончик, сахарочек. Итак, я – ваше спасение. Да, на днях открылся новый образовательный проект, который может помочь на карантине школьникам и учителям с образованием. Яндекс.Школа – это первый и пока что единственный проект, дающий полноценную замену школьным занятиям. Короче, настоящая школа. Только по удаленке. Яндекс.Школа предлагает несколько сервисов для школьников, учителей и родителей. Яндекс.Уроки. Здесь есть видеоуроки более чем к 15 предметам от ведущих российских учителей. Уроки для школьников с 5 по 11 класс. Школьные часы с 9 до 14 с переменами. Чтобы сохранить привычный распорядок дня. Все уроки в соответствии с госстандартами. Яндекс.Репетитор – это качественная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Внутри 25 тысяч тренировочных тестов, уроков и видеообзоры из реальных заданий. Яндекс.Учебник – место, где учителя проводят уроки с учениками в формате интерактивных видеотрансляций. После ученики получают домашнее задание, которых больше 50 тысяч. И все общение в чате удобно. Помимо этого, есть курсы для студентов, где можно повысить свой скилл в IT или анализе данных. И самое интересное – лекции от ведущих ученых страны. То есть, у вас автоматом манна просто вот так, а вы сидите дома. Сидите дома и общаетесь с людьми, которые разрабатывали ракеты. Получать знания от ученых – это не каждому школьнику дано. Помочь системе образования обучать школьников, а родителям своих детей во время карантина взялась такая крупная компания, как Яндекс. И это может быть интересно. Все, что нужно – это быть дома. Хотеть удобно и комфортно обучаться. И что особенно важно – пройти по ссылке в описании. Ах да, забыл. Яндекс.Школа – абсолютно бесплатный сервис. Так чё там? Как узнать возраст всего угодно во вселенной-то? Йоп! Я недавно, вот совсем вот, 4 марта, мне исполнилось 33 года. Да, у меня был DR. Что это значит? Это значит, что 33 года назад я начал дышать самостоятельно. Угу. Я ничего не придумываю, мне 33. И иногда непросто, да, смотреть в зеркало и видеть там мужчину среднего возраста. Но, фактически, мне ещё больше лет, я ещё старше. Да, фактически мне 14 миллиардов лет. Да, примерно столько же, сколько этому метеориту. Когда я родился, мои атомы уже были старые. Клетки попросту собрали из них меня. Я, вы, всё, что вокруг меня находится. Воздух, планета, солнечная система. Всё это состоит из элементов, которые были рождены взрывами сверхновых. Очень давно. И даже большим взрывом. Получается, я по знаку зодиака даже не рыбы. Потому что, ну, я состою из элементов, которые были рождены задолго до появления созвездий. Несмотря на то, что всем атомам вокруг меня 14 миллиардов лет, у объектов, состоящих из этих атомов, и есть свой возраст. У каждого разный. Сколько бы он не составлял, его легко посчитать. Нужны только правильные часы. Самые простые, это углеродные. Вот углерод. Карандаш. И вот углерод. Я. Только на одну пятую и гораздо более дешёвый. А вот теперь смотрите. Во всех нас есть две формы углерода. Простой углерод 12 и радиоактивный углерод 14. Последнего на Земле так мало, как если бы каплю сиропа уронили в Олимпийский бассейн. Всё, что дышит, ест и растёт, получает этот сироп. И выделяет его обратно. Но когда живой умирает, нестабильный углерод 14 в останках начинает быстренько распадаться до азота. Ну как быстренько? Через 5730 лет от него останется только половина. Ещё через столько же в два раза меньше и так далее. То есть часы тикают, пока не останется ни одной молекулы углерода 14. И вот пока они есть, это как улика, которая выдает возраст чего-либо. Массоспектрометры это такие коллайдеры на минималку. Испаряем в них, например, зуб мертвеца и смотрим, сколько углерода 14 в нём осталось. Затем делим это число на количество углерода 12, которое никуда не девается. И выясняем возраст, например, мумии. Самое крутое, что эти углеродные часы идут одинаково для всего органического. И для этого карандаша, и для моей хлопковой джинсовки, и для пещерного человека, который уже давным-давно умер. То есть, получается, мы можем измерить возраст всего, что когда-то жило и умерло. Даже Иисуса Христа. Да. Тело Иисуса Христа мы найти не можем. Получается, будем использовать то, что есть. Я говорю о туринской плащанице, в которой был завёрнут Иисус после распятия. Вокруг этой реликвии много споров. Кто-то говорит, что отпечаток лица слишком ровный. Ведь правильно, лицо-то не плоское, а объёмное. А кто-то утверждает, что кровь стекала по ткани в неправильном направлении. Вопросов много, да. Но если плащаница окажется возрастом две тысячи лет, то это будет хотя бы не поздняя подделка, артефакт того самого времени. Церковь долго не разрешала взять кусок плащаницы. Но лет двадцать назад три лаборатории всё-таки получили по кусочку размером с почтовую марку, а них испарили в масс-спектрометах и измерили содержание углерода-14. И знаете что? Средний возраст по трём тестам оказался барабанный дробь. 689 лет. Увы, лён для этой плащаницы вырос в четырнадцатом веке. Да, Иисус уже давно-давно умер. Крестовые походы уже были в это время. Люди друг друга на бал приглашали. Танцевать, понимаете, танцевать и выпить винишко в стеклянном бокале. Совсем другое время. Кто-то может сказать, как ты вот чудо, да, пытаешься с наукой связать. Как вообще чудо можно научными экспериментами-то измерить? Это же чудо, да. Ну ладно, мы не будем спорить. Мы не будем спорить. Углеродные часы настолько универсальны, что помогают не только доказать или опровергнуть существование Бога, но и найти самого древнего девственника на планете. Им оказалась пятиметровая гренландская акула. Хрусталики в ее глазах растут слоями, как кольца у деревьев. И на самом старом из них нашли радиоуглерода столько, сколько остается после распада за 380 лет. Это и есть возраст акулы. То есть, получается, она плавала по Северной Атлантике тогда, когда еще Россией Михаил Федорович управлял. Да, получается, это самое старое позвоночное животное на планете. Старше них разве что деревья. А вот почему девственник? Потому что акулы теряют девственность спустя 150 лет. Представляете, 150 лет ждать, когда кто-то на тебя вот на такую посмотрит. А может и не посмотрит, потому что кому-то через 150 лет вот такая вот нахер нужна. А что насчет динозавров? Они жили гораздо, гораздо раньше. Сможем ли мы измерить радиоуглерод в их костях и понять, например, сколько лет этому Терексу из Американского музея естественной истории? К сожалению, нет. У радиоуглеродного анализа есть предел 50 тысяч лет. Все, дальше вот мы не можем. Все, он уже испаряется. За 57 тысяч лет произойдет уже 10 полураспадов. То есть, радиоуглерода будет в тысячу раз меньше, чем в момент смерти Терекса. И приборы его уже не заметят. Последний динозавр умер 65 миллионов лет назад. Это ооо, как мы так узнали 65 миллионов, а? Нам пришлось хитрить и найти более медленные часы, которые находятся не в организме динозавра, а в его гробнице. Вы что-нибудь слышали про аргон? Все пасхалки на заставке топливс привыкли называть неоном. Но неон – газ, который отвечает лишь за красный цвет. А вот за такой ретровой фиолетовый отвечает другой газ – аргон. Вот он и помогает понять ученым возраст динозавров. Ну как? Звучит, как будто я что-то притягиваю за уши. Секрет в том, что ящеры жили в очень взрывоопасное время. Кругом извергались вулканы, пепел, лава течет рекой. И многие ящеры, конечно, в нее влипли. Как только она застыла, в камне стал накапливаться аргон. Он всегда получается из радиоактивного калия. Смотрим, сколько калия переварилось в аргон и понимаем, как давно понял Терекс, что пол – это лава. Ну а те, кто не влип в лаву, все равно умерли. Динозавров убил большой брат вот этого парня. Да, метеориты чертовски старые. Гораздо старше любого живого существа на планете. Ой, то есть уже мертвого, но когда-то в бывшем живого существа на планете. Вот рекордсмен. Метеорит Альенда. Ему 4,6 миллиардов лет. Вот как выглядит вещь, которая летала по космосу, когда в космосе нашей планеты даже не было. Как это поняли? По количеству атомов рубидия. Время его одного полураспада, представьте, 49 миллиардов лет. Так что часы эти будут тикать даже тогда, когда погаснут все звезды на небе в целом во Вселенной. Ёпараса Теа. Это что ж получается? Что куда и что не делает, так рано или поздно я попадаю в ловушку Топлис. Да, классическая ловушка Топлис. Что бы я ни делал, я по-любому прихожу к теме космоса. Да. Ну, интересно, просто поймите, интересно. Мы же не можем взять кусочек полярной звезды и положить его в масс-спектрометр. Все, что мы можем, это наблюдать старение звезд. Они рождаются из облака пыли и газа, затем сжигают водород внутри себя, меняя цвет и яркость, пока в конце концов не погаснут или не сколлапсируют в сверхновую. Но как узнать возраст этих звезд, если они уже взорвались? Это хитрый процесс. Представьте, что звезды – это баки с топливом. Их масса – это объем бака, а их яркость – это то, как они расходуют свое топливо. И вот нам нужно объем поделить на расход, и мы получим время горения звезды. Осталось только найти одну, которая уже почти на исходе, да, один бак, который уже почти на исходе, но еще не опустел. Например, здесь, в скоплении Омега Центавра. Сортируем звезды по температуре, а затем по яркости. Большие, синие и красные звезды уже сожгли весь водород. Они не подходят. Мелкие звезды – это совсем молодняк. Они только начинают тратить топливо. Нас интересуют вот эти и яркие звезды на краю обрыва. Они почти израсходовали весь водород в ядре еще немного, и они станут умирающими гигантами. Идеальные кандидаты. Делим массу водорода в ядре на скорость его горения, которое понятно по яркости, и находим время, сколько этот пожар уже идет. Это и будет возраст звезды, а также возраст всего скопления, ведь все звезды в нем родились одновременно из одного полевого облака. Вот такой хитрый процесс. Это как наблюдать в бинокле за стариком при смерти, чтобы узнать возраст всех его братьев, которые выглядят моложе. У скопления Омега Центавра возраст оказался 12 миллиардов лет, а вот Плеядам, маленькому ковшу, который вы легко заметите на небе, всего 100 миллионов лет. Кстати, Субару по-японски Плеяды, поэтому Субару на логотипе звезды. Только не забывайте, что огни на небе это лишь старые фотографии звезд, да? Мы же прекрасно знаем, что свет от них идет миллионы и миллиарды лет, и некоторых уже давно нет на небе, а они все еще светят. Знаете что? Загуглите-ка сами. Возраст звезд. Вбейте-ка в гугл. Вот только первые десять строк выдачи будут про возраст знаменитостей. Очевидно, что людей интересует возраст актеров и музыкантов, а не точек на небе. Да, тем более, что некоторые из них как будто бы вообще не стареют. Вот Эладжи в 2002-м, а вот Эладжи в 2014-м. За 12 лет он разве что побледнел. Он запутал нейросеть от Microsoft. Вот такие результаты она выдает. Но в одном она точно не ошибается, что в 33 женщины выглядят вот так. Насчет меня там тоже 26-38, но разница как обычно посередине. Внешне непонятно. Представьте, что вы кассир, и вам нужно тут же определить сейчас возраст человека, который просит у вас вот пивка купить, а там еще очередь большая. Что вы будете делать? Как вам быть? Возраст у ребенка можно выяснить по зубам. Молочные зубы начинают развиваться еще в утробе. Прорезаются ближе к году, а в 6-7 лет начинают заменяться постоянными. К 12 годам молочных зубов не остается совсем. По рентгену челюсти можно определить возраст ребенка. Но меня больше удивляет, что в какой-то момент у нас во рту появляется два ряда зубов. Знаете, как это выглядит? Вот так вот кринжово, да. Три ряда. А ведь за этим скрывается какое-то вот такое вот милое создание. Вот вам он мило улыбается, а вот что внутри. Все дети, оборотни. Окей, так можно определить возраст у детей. Но как определить, например, мой возраст с точностью? С точностью мой возраст поможет определить часы, которые запустились в момент моего рождения. Эпигенетические часы. Да, так они называются. Как это работает? Это работает, как если бы год выпуска тачки определялся по количеству ее ржавчины. На нашей ДНК тоже нарастает ржавчина. Она называется метильной группой. Это один атом углерода и три водорода. Прицепившись к гену, она отключает его. У эмбриона, то есть на отметке 0 лет, ржавчины нет совсем. С возрастом метильная группа нарастает все больше. И по их количеству мы можем определить возраст с точностью 3-5 лет. Этот метод изобрели всего 10 лет назад. Но уже используют в криминалистике. Например, бельгийской полиции хватит всего 200 нанограмм крови, чтобы узнать, сколько вам лет. И 200 нанограмм – это не кусочек штанов. Столько весит запах ветчины. Да, всего несколько молекул в вашем носу. Эпигенетические часы определяют ваш возраст, ваш календарный возраст. А вот биологический может с ним не совпадать. Биологический возраст – это ваш риск умереть в этом году. В 30 лет шанс умереть от болезни равен примерно 1 к 1000. Но к 80 годам он подскакивает в 100 раз. А это уже 1 к 10. Ваши клетки со временем изнашиваются. В этом им помогут токсины, например. Каждый вздох в промзоне, стопочка алкоголя, выкуртая сигаретка и еще что-нибудь там. Ускоряет ваши биологические часы, накидывая лишние месяцы. Так что, если вы хотели бросить и вам не хватало повода, то, пожалуйста, вот вам повод. Да, понятно теперь, как работает. Наукой доказано. Да, кажется, у ученых есть часы, которые могут измерить возраст всего чего угодно. Но есть один объект, который все-таки создает проблемы. Более того, этот объект, этот возраст этого объекта может разрушить вообще все представления о мире. Это звезда Мафусаил, которую назвали в честь самого старого библейского персонажа. У нее нет соседей или скопления, по которым мы могли бы определить ее возраст. Спектр ее света показал, что в ней также мало железа, как было сразу после рождения вселенной. Ученые уточнили возраст по яркости звезды и получили цифру в 14,5 миллиардов лет. Ого. Но стоп. Мы же знаем, что возраст вселенной 13,8 миллиардов лет. Что-то какая-то непостановочка-состыковочка. Типа, вот как бы не вот пазлится, не входит. До этого же не существовало времени. Ничего вообще не существовало. Вселенная не существовала. Так как эта звезда могла появиться на свет. Откуда она взялась? Возможно, она взялась из другой вселенной. Она пришла к нам из другой вселенной. Просто попала, чисто случайно, по ошибке. И все. О, вот это да. Вообще. Тут это просто... Какой-то просто... Как это? Как это? Сейчас все такие... Куда смотрел Господь Бог? Так или иначе, вариантов два. Либо звезда Мафосаил нас обманывает. Как обманывают подростки с пивасиком кассиров с поддельной ксерокопией паспорта. Либо мы что-то неправильно сосчитали, высчитали. В общем, определили неправильно возраст вселенной. Что-то нам помешало. Может быть, темная энергия, темная материя, темное еще что-то, что еще себя покажет. Неясно. Ясно лишь одно, что мы нашли улику, которая находится в созвездии весов. Это одинокая звезда Мафосаил. Что ж, подождем, пока ученый выяснит этот вопрос. А я обязательно вам его расскажу на этом канале. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. И чуть не забыл. Этой девушке 27. А еще я забыл рассказать вам про самое старое озеро на Земле. Это наша гордость. Байкал. Хотя, что рассказывать. Давайте я вам покажу, как я провел там время. Это две минуты сочнейшей съемки и монтажа от нас. Надеюсь, вам понравится. Недавно я приехал на Байкал. Вы ушли с маршрутом. Это был шанс бросить вызов стихии и себе в самом культовом месте планеты. Я сел в Lexus RX 350 и присоединился к колонне. Три дня мы тестировали машины на льду, бездорожье и русских лесах. В этом ролике я не буду много говорить. Ведь мы сняли и смонтировали его так, чтобы вы могли прочувствовать то, что удалось почувствовать нам. Приготовьтесь. Газ. Газ. Ой-ой-ой. Кручу руль. Отлавливаюсь. Перекладываюсь, отпускаю газ. Снова нажимаю. А я просто сижу. Нет соединения со спутниками. Я лежу, а подо мной полтора километра темной воды. Это было самым ярким впечатлением от русской природы, японской машины и красоты легендарного озера. Продолжение следует... Продолжение следует...